Привет, YouTube! Барби Кор, брови-ниточки, юбка-полотенце от Balenciaga. Как думаете, что у них общего? В этом праздничном выпуске бьюти-новостей мы не будем разоблачать горе косметологов и говорить о каких-то научных открытиях. Поэтому в новом выпуске бьюти-новостей я собрала самые громкие бьюти-тренды 2023 года. Также стильный прогноз на 2024 год. С него и начнем. Каждый год Pinterest готовит для нас предсказания по трендам на следующий год. И я просто обожаю туда заходить. А все потому, что Pinterest анализирует тренды на основании запросов пользователей. То есть показывает нам, чего мы сами больше всего хотели увидеть. И вот первый прогноз. В новом году нас ожидает бум на металл и хром. И в одежде, и в аксессуарах, и даже в ноготочках. Говорят, что прямо сейчас запрос на хромированные ногти вырос аж на 300%. Мастера маникюра, которые меня сейчас смотрят, обязательно берите на заметку. Еще вырос спрос на многослойные серебряные ожерелья и металлические корсеты. Ой, не такие корсеты, а вот такие. Особенно это интересует миллениалов и поколения Z. А вот другой тренд носит название «Сделай это больше». Тут речь обо всем и сразу. Объем на волосах, крупные украшения и аксессуары. Кстати, в прошлом году Pinterest предсказал тренд на микро-все. Короткие волосы, челки и маникюр. Насколько это предсказание исполнилось, решайте сами. Но, как бы там ни было, на смену микро пришел объем. В топе запрос на массивные украшения и объемные собранные прически. Так что, если вы только что освоили тот самый фирменный зализанный пучок, как у Беллы Хадид и Хайли Бибер, то у меня для вас плохие новости. Мужчины тоже не скучайте, рекомендации по стилю есть и для вас. И в тренде ваш дедушка. Да, именно так. В новом году будут актуальные винтажные вещи. Кардиганы, жакеты и свитера. Так что, вдохновляемся семейными ретро-фотками, прежде чем пойти в магазин. Запрос на дедушкин стиль вырос на 65%. И мне будет очень интересно на все это, конечно же, посмотреть в реальной жизни. Ах да, чуть не забыла. Голубые тени, как у буфетчицы из твоей школы. И да, они снова в моде. Ой, да что там. Я сама такие носила раньше и чувствовала себя нереалкой. На Пинтерсе, конечно, не прям такие, как раньше тени. Но в топе все оттенки синего. От нежно-пастельных до аквамариновых. Кстати, это уже не первый заход в синие тени, как мне кажется. И, возможно, так выглядит протест против нюдовых макияжей олдмани. Ну, а если нет времени и желания тушивать тени, то всегда можно сделать яркий маникюр. Запрос на веселые синие ногти подрос на все 260%. Ну, а следующий тренд вполне предсказуем, по крайней мере, ну, для меня. Нам пророчат бантики везде и всюду. И они появлялись на подиумах уже в прошлом году. Ну, а в новом 2024 году лишь набирают обороты. Тут и вязаные банты, и обувь с бантиками, и ожерелье с ними же в запросах. И это совсем не удивительно, ведь на многих фэшн-показах банты были в центре внимания. Ну, а самым интригующим для меня оказался прогноз про медуз. Да-да, вы не ослышались. Заводить себе медузу в аквариуме точно не нужно. Тут речь скорее про все прозрачное и такое, знаете, желейное. Необычные предметы интерьера, лампы, аксессуары в виде мармеладных мишек, легкие прозрачные ткани в одежде и прочее в том же духе. Хотя все рекорды бьет запрос на стрижку медузу. Только представьте себе, плюс 615%. Выглядит она, если что, как-то вот так. Волосы свои так стричь не дам, но вот какой-нибудь желейной безделушкой, пожалуй, прибарахлюсь. Почему бы и нет? Кстати, друзья, если вдруг вы все это время методично забивали на уход за телом, то пришло время справляться. Ведь теперь это тренд. Санскрины, всякие кремы и масла для тела дождались своего звездного часа. Пинтерист громко заявляет, что кожа ниже подбородка тоже нуждается во внимании и заботе. И подтверждает это цифрами. Интерес к процедурам по уходу за телом вырос более чем на 1000%. Это просто рекорд, господа. Но сбудется этот прогноз или нет, решать только нам с вами. Ну а пока давайте вспомним, что многие попробовали в 2023 году. Главная битва года. Барби против Опенгеймера. Надо сказать, что в Бьюти Мире это сражение, конечно же, выиграло Барби и ее розовый. Я уверена, даже те из вас, кто не смотрел фильм, уже миллион раз слышал про стиль Барби и видел этот розовый фейерверк. Лично у меня в какой-то момент даже произошла просто, как это сказать, передозировка всем этим розовым. Фильм надел очень много шума и стал самой прибыльной картиной года. Так что неудивительно, что миллионы разных брендов создавали свои розовые коллекции. Тут и обувь была, и косметика, и зубные пасты, щетки. Несколько продуктов, посвященных кукле в розовом, сделали Никс. Альда и Крокс тоже не остались в стране. А Гэп представил коллекцию толстовок, шоперов и прочего добра. И там не только одежда и аксессуары для нас с вами, но и даже прикид для собак. Вы скажете, маловато? Тогда вот вам полноценная барби-капсула, исключительно для ваших питомцев. Бренд Moon, который, кстати, принадлежит модели Kendall Jenner, выпустил электрическую щетку и пасту для зубов. А для ярых фанатов в арсенале есть еще и ролики точь-в-точь, как у Кена от канадского бренда Impala. И даже коллаборация с Xbox. На самом деле, можно до утра перечислять все компании, которые подхватили этот тренд. Ну а теперь признавайтесь, кто делал со своей фотографией вот это? Ноль осуждения, 100% понимания. Сама грешна, каюсь. Пока готовила для вас этот выпуск, решила пройтись по хэштегу BarbieCore еще и в соцсетях. И у меня прям в глазах, знаете ли, потемнело. Ну или правильнее будет сказать, порозовело. Целая куча публикаций с одеждой, мейком, едой и даже интерьером. Кстати, мне интересно, вы бы хотели жить вот в такой вот, даже как у меня, например, розовой мечте? И уж, конечно, не остался в стороне макияж. Там у нас вообще просто космос. Кстати, интересно, что в фильме у Марго Робби достаточно легкий нютик. Другой, не менее запоминающийся тренд 2023 года, это old money. Он же тихая роскошь. Тут все просто. Одеваемся как богачи с прошлого века с огромными вилами и едем так в метро в час пик на работу. Кстати, именно эта красотка немало сделала, чтобы old money стал так популярен. Но самое интересное, что она не настоящая. Ее создал художник на базе искусственного интеллекта. И тут понеслось. Эстетика old money, укладки old money, макияж и маникюр. Главная особенность тут – минимализм, отсутствие логотипов на одежде и спокойные цвета. В общем, одеваемся так, как будто вам не нужно никому доказывать, что вы сказочно богаты. Кстати, журнал Vogue провел опрос и подвел предварительные итоги 2023 года. Так вот, наша тихая роскошь заняла второе место среди трендов. Ее обогнал только тренд на одежду без границ. Если простыми словами, это когда на показах модных брендов модели мужчины дефилируют в женственных вещах и чувствуют себя в них прекрасно. Хотя, как по мне, тихая роскошь наделала куда больше шумихи, чем мужчина с бантом на шее. И раз уж мы с вами тут про моду, не могу пройти мимо тренда назад в прошлое. Ведь вайп 90-х и нулевых очень отчетливо витал в воздухе весь 2023 год. Штаны карго. Вот они, кстати, тоже на мне. Мини-юбки, заниженная талия и сумка-багет. Но особенно не давали всем покоя брови-ниточки. Западные инфлюенсеры подхватили этот тренд. И вот, пожалуйста, модель Белла Хадид и певица Doja Cat. Мода и правда циклична, именно поэтому у нас в этом году восприняла духом и актриса Памела Андерсон. Netflix выпустила документалку про ее карьеру. И вот вторая волна популярности накрыла Пэм просто с головой. В соцсетях появился небольшой тренд на образ актрисы из 90-х и ее фирменной прической и теми самыми бровями-ниточками. Ну а тем временем сама Памела заявилась на неделю моды без макияжа. И заставила тем самым обсуждать свою персону буквально всех вокруг. Ну что ж, похоже, тренд на натуральность не за горами. Хотя мне кажется, что он и так уже кочует из года в год. И особый вклад тут внесла удаленка. И хочу упомянуть здесь еще один тренд. Вы тоже, наверное, уже перенасытились им. И уже сто раз видели. Это тренд под названием Slavic Girl или Slavic Bimbo. Начался он ближе к концу года, где-то на западе, с одной меховой шапки и песни Кати Лель про мармеладного. Ну а потом свернул куда-то не туда и к реквизиту подключились уже питомцы. Надеюсь, при съемках роликов ни один котик не пострадал. И чтобы вы понимали, как далеко все зашло, песня «Мой мармеладный» вошла в топ-3 мирового Спотифая. Что ж, достаем маминой шубы, шапки. Теперь вместо пуховика невольно начинаешь искать в магазине эко-шубу. Да что там, я и сама в эко-шубах. А еще второй виток карьеры звезд. Видимо, это еще один тренд 2023 года. Согласны? Ну а мы плавно переходим к более локальным трендам. Ну а теперь давайте-ка пройдемся по интересным событиям, вещам и микротрендам прошлого года. Скажите мне, пожалуйста, кто помнит вот этот шедевр? Полотенце-юбка от Balenciaga не давала покоя людям в интернете и удивила всех в 2023 году. Ну, во-первых, своим ценникам. Почти 1000 долларов. Многие тут же заметили, что дешевле будет обернуться обычным полотенцем из ближайшего хозмагазина. Ну а во-вторых, сама идея носить полотенце как предмет гардероба восторга у публики как-то не вызвала. Однако, свою долю хайпа бренд получил. Мне вообще кажется, если честно, что такие вещи в коллекциях ради, конечно же, него родимого и создаются. Икея Иван тоже подхватила идею и продемонстрировала пользователям свой вариант куда более бюджетный. На сайте Balenciaga юбку можно рассмотреть подробнее. У изделия есть пуговки, ну, чтобы не потерять модный аксессуар, а также регулируемый пояс. А вот кто не боится потерять юбку на прогулке, так это новая жена музыканта Канни Уэста Бьянка. Не боится потерять, потому что не надевает ее. Обходится, например, простыми колготками. Такое ощущение, что она весь год проходила именно в них. И это уже как будто стало фирменным стилем Бьянки. В один из своих выходов она была замечена в нижнем белье и с кошкой в руках. Не настоящей, конечно. Затем папарацци поймали ее босиком. Есть и другие не менее странные выходы в свет, как вам вот, например, такой лук. Или выход в прозрачном аутфите с подушкой, прикрывающей грудь. Пользователи в соцсетях даже в какой-то момент заподозрили Канни в желании публично унизить свою новую жену. Но думается мне, что все эти выходы все-таки хорошо продуманный пиар-ход. И образ оказался настолько распиаренным, что Оззи Осбор с женой превратили его в свой костюм на хэллоуинской вечеринке. Как говорится, найди пять отличий, да? Если Бьянка просто разгуливает по улице в колготках, то началось распространение такого тренда, как трусы-шорты. Шерстяные, тканевые, разные. Причем можно ходить прямо по улице в колготках. Не знаю, с чего конкретно началось, но вот итальянский бренд Miu Miu представил на неделе моды свои парадно-выходные трусы. Да, носить эти трусишки призывают вместо штанов, прямо поверх колготок. Признаться честно, лично я чувствовала бы себя, ну, как-то не очень защищенной в таком прикиде. Но труселя-то у нас тут не простые, а золотые. Ну, судя по ценнику, почти в полмиллиона рублей. Они расшиты пайетками и выполнены из шерсти и шелка. Вообще, в этой коллекции было много мини-юбок и трусов, которые позиционируются как шорты. Но пока пользователи в соцсетях такой лот тоже не особо оценили, говорят, что уже чувствуют, как у них все чешется. Зато в этой коллекции трусы есть хотя бы поверх колготок. А вот та же Бьянка просто решила от них отказаться. Но что лично меня впечатлило в 2023 году, так это новый взгляд на маникюр. Мой фаворит – ногти-зубы. Покусать ими никого не получится, но вот впечатление произвести без проблем. Нейлмастер из Москвы, вдохновившись реальной жизнью, создала свой уникальный стиль. Понятный не всем. Помимо зубов, на странице Дианы есть еще и разные варианты маникюра. Например, звериные когти или просто маникюр, имитирующий ногти после грядки. В общем, стиль действительно необычный. Да, я знаю, эти ногти так и не стали трендом в полном понимании слова, но я посчитала, что они уж точно достойны внимания. И я не одна. Работы Дианы вызвали интерес в сети, и их даже заметил популярный американский журнал Нилон. Но продолжим с трендами. Слышали ли вы что-нибудь о зловещей долине? Если нет, то приготовьтесь к порции крича. Ну как вам бьюти-трендик, девочки? Повторили бы? И нет, это не видео какого-то сумасшедшего визажиста, а целый тренд из тиктока. Сейчас поясню, откуда ноги, собственно, растут. В общем, есть такое явление о зловещей долине. Пришло оно к нам из робототехники. Сейчас попробую описать простыми словами. Любой робот или объект, который выглядит и действует как человек, но недостаточно на человека похож, вызывают у нас страх и отвращение. Так, мне нужен график. Короче, если объект наделен человеческой мимикой и чертами, то его привлекательность растет. Например, все мультяшные персонажи с большими глазами, животные с человеческой мимикой и робот Вали. И чем больше это сходство с нами, тем милее нам кажется персонаж. Но есть вот этот отрезок графика, который отмечен красным цветом. Тут сходство с настоящим человеком почти максимальное, но все еще недостаточное. И вот тут начинается кринж. Такие объекты нас пугают. Кстати, именно поэтому некоторые люди боятся, например, кукол, манекенов, клоунов и роботов. Так о чем это я? Пользователи стали выкладывать свои, если можно так сказать, туториалы, на которых меняют черты лица при помощи косметики. Результат получается без преувеличения очень пугающий, но многих это почему-то забавляет. Кстати, я себя примерно вот так чувствовала в конце декабря. Ну ладно, хватит на сегодня трэша, поэтому едем дальше. И там нас ждут самые выдающиеся адвенты. В конце года все уважающие себя бренды выпускают адвент-календари на любой вкус, цвет и кошелек. Прошлый год запомнился нам скандалом и халтурным адвентом от Dior, который стоил как крыло от самолета, а внутри пряталась подставка под свечку, крышечка для той же свечки и прочая ерунда, которая явно не тянула на 3,5 тысячи долларов. В этом году Dior снова выпустил свой адвент. Но и он, по мнению некоторых пользователей, не дотягивает до заявленной цены в 70 тысяч рублей. Отзывы на официальном сайте не дадут собрать. Я подумала и решила, что надо рассказать вам еще об одних интересных и может даже неожиданных новогодних адвентах. Начну с адвента от Makeup Revolution. Это большая коробка в форме печеньки-пряний из Шрека. Если что-то может быть лучше, то покажите мне это. Косметика, естественно, из лимитированной Шрековой коллекции, в которой можно найти, например, блеск для губ, которым пользовался лорд Фаркуад в первой части мультика и другой блеск для вишневых губ от того самого принца Чарминга. Или вот спонж необычной формы. Но он почему-то фиолетовый, а не зеленый, хотя это же Шрек. Но тайно раскрыто. Это пуговка самого пряня. И в этом наборе прекрасно все, кроме ценника. Почти 8 тысяч рублей. Но если вы фанат Шрека и считаете, что новогоднее настроение бесценно, то такой адвент вас точно порадует. Огромную жестяную коробку всегда можно использовать для хранения ниток. Ну а дальше у нас интересный подарочек уже для мужчин. В преддверии Нового года компания Bosch выпустила чисто мужской адвент. А что, вы думали, они бывают только с косметикой? Тут 24 окошка, за которыми спрятаны 28 элементов. В итоге получается малый комплект для ремонта. Но чтобы не растерять все это добро. В самом первом окошке лежит сумочка для хранения, а дальше всякие инструменты и насадки на радость пацанам. И из прикольного в последнем окошке спрятана фирменная открывашка для пивных путылок. Уже есть продажи на европейском сайте обе. Цена вопроса 40 евро. Улыбки любимых бесценны. Ну а этот календарь для тех, кто любит сиять. В прямом смысле слова. И если вы сейчас подумали о хайлайтерах или глиттерах, то мимо. Я про адвент календарь от бренда Сваровски. Настоящий shine bright like a diamond. Мало того, что у него новогодняя тематика, так он еще и посвящен 100-летнему юбилею Дисней. Вот это я понимаю комбо. Так что в окошках, помимо стандартных подвесок, снежинок и елочных игрушек, можно встретить и фигурки Микки и Мини Маус, а также Дональда и Дейзи Даг. Правда, наряду с ними можно найти и просто стикеры. И все хорошо, стикеры с Микки прекрасны. Но блин, адвент от Сваровски стоит 1300 долларов. Я не хочу за такую цену стикеры, я хочу кристаллы. Но даже несмотря на это, адвент от Сваровски оказался в моем положительном списке, ну потому что в отличие от ежегодных шанельских вакидонов, тут и правда много интересного. И в будущем этот календарь даже может иметь ценность для коллекционеров. Хотя мне кажется, что стикеры стоило просто положить в подарок. Но, как говорят классики... Впрочем, это уже совсем другая история. А вот еще один интересный адвент для самых энергичных. Компания Red Bull выпустила адвент-календарь с разными вкусами своего энергетика. Всего 24 вкуса, так что точно можно успеть переделать все свои дела за компанию с тахикардией и паническими атаками. Но, если серьезно, я, конечно же, не рекомендую вам злоупотреблять такими напитками. И напомню, что нет ничего лучше, чем здоровый и крепкий сон. Ну что ж, я думаю, вот такими бьюти-прогнозами и итогами классно завершить 2023 и начать 2024 год. Пишите, если я забыла какой-то тренд. За всем не угнаться, но я постаралась. И на сегодня, друзья, у меня все. Спасибо большое, что вы досмотрели этот ролик до конца. Мы с вами увидимся совсем скоро, уже буквально в следующем видео. Я вас всех люблю, целую. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok